Девушки отдыхают В семье из пяти человек Хотя переезжаем-то всего-навсего на пару-тройку недель Ну, как пойдет В школе карантин, в Москве детям делать нечего А в Подмосковье уютная дача любимой соседки Которая наверняка уже жалеет о своем поспешном предложении Жалею ли я? Точно нет Ну и что, что доработать теперь два часа? Зато какой воздух! Столько простора! И один большой, пусть и временный дом Для троих любимых детей КОНЕЦ Инга еще не появлялась Вообще-то мы сегодня ее рано не ждем Не пришла еще, говорю тебе Вообще-то она хотела в квартиру заехать Ей что-нибудь передать, когда появится? Подожди, ей передать что-нибудь? Алло! Алло! А! Наши радары его засекли! Отограбление! Какое ограбление? Мы сами полиция Слушай, мои соседи иногда играют в ледниковый период Вымирают, как динозавры Всех обошла, кого знаю Никто не открыл Ты что делаешь? Положи сейчас же Я помочь хочу Врач еще называется Я сама все уберу Положи, говорю Я тебе завтра новую кружку куплю, ладно? Я умоляю Этой кружке уже 500 лет, наверное Ой, не, ну надо же так было, а? Увести на дачу все И пылесос, и веник Сейчас Ты что, ментов вызвала, да? Чего? Ты что, ментов вызвала? Я туда не вернусь Я не вернусь туда, Инга, я тебе верю Я не вернусь туда Я не вернусь туда Нет, 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 нет Я не делаю Я знаю, что ты Это правда, это скорая просто Я знаю, я знаю, что ты не убивала Почему мне никто не верю? Я тебе верю, я тебе верю Это я сделаю Тихо, 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 тихо Я этого не делала Я знаю, что ты не делала Тихо Всего хорошего Вот Можешь спать здесь, можешь в комнате Как тебе удобнее Смотри, вот в тех шкафах у меня Крупы, макароны, чай, сахар, кофе Все, бери. Завтра я тебе зубную щетку привезу и нормальной еды. Так, что еще? Ты уверен, что я могу здесь остаться? Ну, конечно, уверена. Ну, сам же видишь, квартира пустует. У меня здесь дороже шубы, которую мне папа подарил, все равно ничего нет, так что мне волноваться все равно не о чем. Отдыхай. Спасибо. Инга. Ау? Телефон. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи. Да? Прости, господи. Привет. 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 А ты, а ты откуда здесь? Отец твой на водку дал. Ну, слушай, может тебе с такими способностями стоит в детективы, например, податься? Может, и подамся. Звоню тебе, пишу. Ты трубки не берешь, потом опять звоню, пишу. Да, посмотри. Звонил, писал, посмотри, посмотри. Потом опять писал. Я просто не слышала, прости. Понимаю. Звонил. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Инга, я тебя прошу, пожалуйста, не выдавай меня. Я тебе завтра все объясню. Я тебя домой одну не отпущу. Ты знаешь, мне, конечно, чертовски приятно это слышать, но ты все-таки можешь мне объяснить, что стряслось-то? Пока этот псих гуляет по городу с пистолетом, ты будешь жить на даче. Поняла? Я надеюсь, он не знает, где она находится? Он там тебя не найдет? Какой псих, Егор? Циркин. Вот какой. Да-да, вчера вечером он опять совершил нападение. Пойдем. Ты же даже его никогда не видел. Чего ты так говоришь? Что ты знаешь вообще о нем? Что я знаю? Уж поверь мне, достаточно для того, чтобы сделать правильный вывод. Нет, спасибо не буду. Ну хорошо, скажи мне, пожалуйста, почему он ушел со скорой? Ты же все у нас знаешь про людей, инженера человеческих душ. Молчишь? Потому что такой человек, как он, не может быть врачом. Не может. Взбалмошный, психически неумновешенный человек. Алкоголик запойный, у которого проблемы с самоконтролем. Ну, положим, и не в детстве его, не то что ангел. Но в наше время достать оружие, это плевое дело. Он думал только, что по телевидению передавали, что в одной... Папа! А что, папа? Странный вылезет. Сразу клеймо надо ставить. Если у человека проблемы с алкоголем, это не значит, что он убийца. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз, а самое главное, где ты последний раз видел из Циркина? Вчера, когда его выпустили, помогала продукты купить. Я ушел, Юрий Семенович. Ты можешь думать обо мне все, что угодно, что я без меня контролирую тебя, только я прошу об одном, пожалуйста, сделай хоть раз в жизни то, о чем я тебя прошу. Хорошо, я тебя обещаю. Обещаю тебе, если он со мной свяжется, я тебе сразу позвоню. И? Ну, нет, слушай, ну это вред какой-то. Почему ты считаешь, что если я пересеку чертунгат, он сразу меня пристрелит? Мне нужно в Москву, в конце концов. У меня работа. Егорка, все будет путем. Я лично за ней прослежу. Инга, дочка, ты здесь? Отказать. Вставай. Подъем, я сказала. Черт. Я тебе сказала, вставай! Быстро! Алло? Да, папуль. Да нет, сына, все в порядке. Слушай, ну почему сразу сбежала? Я тут сейчас одну проблему быстро решу и приеду, хорошо? Ага, давай, целую. Назови мне хотя бы одну причину, почему я сейчас не должна вызвать наряд полиции. Если бы хотела, давно бы уже вызвала. Считаешь, так хорошо меня знаешь, да? Я тоже думала, что я тебя знаю. Не смей меня трогать, понял? Я умею обороняться, в отличие от этих несчастных женщин. Еще я умею… Я никого не убивал! Ни одну, ни вторую. А откуда ты тогда вообще знаешь про вторую? И откуда у жертвы твой номер телефона? А мне не жертва звонила, а убийца. Я понятия не имею, кто он такой. Разговаривал он со мной так, как будто мы с ним тысячу лет были знакомы. Прощения просил. Сказал, что не ожидал, что меня во всем этом обвинят. А потом помолчал и добавил, что, наверное, тогда же лучше. Про вторую свою жертву тоже сказал, которая у него на глазах умирала. Так и сказал. Ну, это он наврал. Она оказалась сильнее, чем он думал. Ей врачи говорят, у нее есть шанс. Ну, так значит, она подтвердит? Да, это нужно. Я не могу. Угу. Я не могу. Угу. 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 Больше никакого алкоголя. Ни граммы, ни капли. Учую подвох, помощи больше не жди. Это раз. Второе. Из квартиры не выходить. Созваниваемся по-домашнему. Два коротких звонка, третий длинный, на который ты должен ответить. Это значит, что звоню я. И третье. Никакой лжи. Ясно? Ну, почему я сразу вру? Ну, я авансов набрала. Люди мне доверились. Я не могу поставить свою жизнь на паузу из-за каких-то там подозрений. Которые, кстати, в конечном счете могут и не оправдаться. Ну, конечно. Твой приятель невинен, как ангел. А то, что сбежал, ну, ничего страшного, подумаешь. Убежал, прибежит. Я согласна. Это… Это все выглядит подозрительно, но… Ну, послушай, ты же можешь на секунду хотя бы предположить, что это не он. В конце концов, где доказательства того, что он там был? Где? Пальцы, ДНК, камеры, что-нибудь? Если он там был, то найду. А он там был. И вообще, я же не спрашиваю твоего совета. Если вопрос в деньгах, то я решу. Ты только скажи мне. Ну, пожалуйста, не лезь на рожон. Я тебя очень прошу. Инга. 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 Иска Я привлекла её здесь. Вот, может, знаете, просто договаривались встретиться, звоню, я дозвониться не могу, вот решила зайти и проверить, всё ли нормально. Господи, кошмар какой. Как же так? Мне вот муж машину водить не разрешает, говорит, опасно, аварии, всё такое. А что авария, когда дома вот так? Так, а вы там как сейчас называется, в ГИБДД работаете, да? Да, слушаю. А, Димыч, это ты? Да нет, пока ничего не слышно. Ничего, я в альбом. Десять лет прошло, как вчера. Десять лет. Вот так в жизни проходит. Совсем не изменилось? Кто? Нина. Да это же моя сестра. Зараза, а! Чёртова блогерша! На чужом варе решила лайки заработать! Только попади с неё на дороге! Зараза! Ну, подожди, посмотри хорошенько. Может, всё-таки кого-нибудь из них видел? Я не знаю. Слушай, может быть, но нет. Лучше отвечу, а то хуже будет. Алло! Да, дорогой, привет! Как дела? У меня? Да, отлично! Слушай, ну, какая разница, где я? Скажи, а ты правда волнуешься, или ты просто искал повод наорать на меня? Завралась. И опять ничего. Район обитания, образ жизни, увлечения, знакомые. Между жертвами нет ничего общего. Я знаю, Журавлёв эту тему хорошо проработал. Ни единой зацепки, кроме тебя. Но ты мне не помогаешь. Я пытаюсь. Ты плохо пытаешься. Откуда у него твой номер? Ну, что он мне делает? Что он мне делает? Скажи мне. Ну, и что? Сдай меня своему Журавлёву. Сдай меня своему Журавлёву. Все равно здесь, как в тюрьме сижу. Я все потерял. У меня нет ни семьи, ни работы, ни друзей. Все пропил. У меня нет ничего. И знаешь, почему я тогда с Маринкой поругался? Ни из-за блога, нет. Потому что я выпить хотел, а она мне запрещала. Хорошо. У нас все еще есть ее блог. И там мы будем искать. Миллион подписчиков. Все равно все что стараться, пересчитай все волосы на голове. Эй! Не трогай меня. Ты первый начал. Угомонились оба. Сейчас же. Вам телефон. Написано «Дом». В каком смысле «Дом»? Ключ, наверное. Дай мне телефон. Дай, пожалуйста. Николь, дай мне телефон. Сейчас же я говорю. Он сказал мне тогда, что это я во всем виноват, и что мне с этим жить? Я сейчас все наконец-то понял, что это значит. Не понимаю ничего. Ты можешь яснее говорить. Ты выпил, что ли? Фотография в твоем телефоне. Я не мог вспомнить, где я его видел. Кого ты видел? Я не понимаю. Кого? Нину? Мужа ее? Инга, прости. Я зря тебя обтянуло все это. Я, правда, сам во всем этом виноват. Алло? 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 Так, Журавлев, Журавлев, Журавлев. Ты не в мою машину влетела. Ты на деньги влетела. Что молча? Давай, думай, как мы будем проблему решать. Ну, врезалась и врезалась. Я что теперь по делу? Назад же не отмотаю. Вот, пожалуйста, документы мои, вызывайте там, кого надо, ментов или не знаю. Слушай, ну, если я тебе скажу, что я дома, ты же мне все равно не поверишь. Ну, смотря о каком из домов идет речь. Я у тебя под окнами. Так что, если ты не одна, у тебя есть ровная минута, чтобы спрятать своих кавалеров. Как под окнами? Подожди, в смысле? Сейчас увидишь. Я подымаюсь. Сейчас увидишь. Я подымаюсь. Дура, без права останешься! Думаю, что я тебя не найду. Сейчас я тебе устрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как можно быть такой безответственной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь открыт, свет горит. Тебя нет. Циркина тоже нет, если тебе толкать. Да нет, ну... Не только... Что? Да волнует, я больше не хочу тебе врать. Господи ты, боже мой. Спасибо тебе большое, Инга. Спасибо вам огромное. Я говорил тебе, не лезь в это дело, что это дело полиции. Я говорил мне сообщить, если он выйдет на связь. Я тебе об этом говорил? Ну конечно, зачем меня слушать? Я же учу тебя жизни. У меня просто не было никакого выбора. Я же не могла сдать невиновного человека. Что? Невинного человека? А что означает кровавая буква «Ц» оставленной жертвой, если не Циркин? Какая «Ц»? Ты ничего мне об этом не говорил? ЗВОНОК БОЛОВА в жизни этой сильной независимой женщины. Алло. Буду через 20 минут. Нина Серебрякова скончалась в больнице. Это так, на всякий случай. Так что передай своему приятелю при следующей встрече, что на нем теперь два убийства. Вы позволите? Спасибо. Муж, да? Знаете, вы подпишите, здесь и здесь меня для страховой. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О-о-о! Это что, у вас замок, что ли? Замок, скажешь тоже. Пиратский корабль, да? Понятно. Ты здесь не садись, у нас здесь будет пушка. Ну и бардак тут у тебя. Михаил звонил тебе разно. Трубку возьми. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Ты новость знаешь? Журавлё тебе еще не звонил? Да я на это как-то уже не рассчитывала. Ну все, все. Нашли беглеца. Лежит в больнице под стражу, еще в несознанке. Я деталей не знаю, зато можем выдохнуть, теперь с него глаз не спустят. Ты как сама? Как дети? В общем, я заеду на днях. Так, внимание, народ! Воронкообразное углубление! А-а-а! Яма! Или лунка? Да нет! Шесть букв. На П начинается. Провал. Полный провал. Начинал бы ты, Егорушка, каждый день с таких новостей. Глянишь, у меня давление перестало бы скакать. А ты что-то неважно выглядишь. Может, ты бы взял пару обгулов и за город на природу. Я могу пару мест подсказать. Но! Сначала отчет. Понял. Я Егора бросил. Кажется. Понятно, конечно. Со мной все равно не неприятности. Работу забросила, детей запустила. Машину разбили. Просто так хотелось ему помочь. А все бестолок. Ты же понимаешь, куда я ее сдала. Мне сложно было догадаться. Не печалься. Машину она разбила. Журавлев ее бросил. Как бросил, так и поднимет. Ну. Выше нос. Все живы, здоровы, слава Богу. Смерть любимых – это единственное, из-за чего стоят бить слезы. Так себе утешение, конечно. А хотя ты прав, с чего тут говорить. Чего тут сижу, ною, а ведь даже представить невозможно, что, например, чувствует Артем или Серебрякова, может, и женщина, которая вчера умерла. Все-таки умерла? Ты же говорила, что… Подожди. Подожди. Что с тобой? Подожди, подожди, подожди. Я, кажется, поняла. Я, кажется, поняла. Я поняла, почему мы не могли найти связь между жертвами. Потому что ее нет. Их убили для того, чтобы наказать тех людей, которые их любят. Понимаешь? Их близких. Ты же сам только что сказал, что смерть близких – это самое страшное, что может случиться. Правильно? Так что ж это получается? Получается, надо было искать связь между Серебряковым и Артемом. Когда Тема звонил мне в последний раз, он так и сказал – это я во всем виноват. Понимаешь? Это я во всем виноват. Это я во всем виноват. Это все? Нет. Нет. А ты меня слушал сейчас? Скажи, а ты сама не устаешь из своих безумных теорий? Потому что я устал очень. Егор, я понимаю, что ты злишься, я виновата, я все понимаю. Но это к делу не относится. Нет никакого дела. Все. Дело закрыто. Все. Нет. Вторая жертва сама указала на цирки. Но что тебе еще нужно? Почему это ты так решил, что она указала на цирки? Мотива нет. Понимаешь? Никто не убивает людей просто так. Ну, что мне нужно сделать? Гоша и на колени, что ли, здесь бухнуться перед тобой? Цветов, что ли, тебе принести надо было? На с днем рождения. Спасибо. Вот я тупица. Буква С – это не циркин. Буква С – это цветы. Понимаешь? Как добиться того, чтобы женщина пустила к себе домой абсолютно незнакомого мужика? Всего-то прийти с букетом цветов. Офигеть. Возьми на заметку, кстати. Держите. Васильев Александр Евгеньевич год назад похоронил свою супругу Ирину Васильеву. Умерла от инсульта по дороге в больницу. Угадайте, кстати, с трех раз, кто дежурил в тот вечер на скорой? Артем! Именно он. Васильев накатал ему кучу жалоб, естественно. Потом обвинят в пьянстве, в халатности, в непригодности и даже в убийстве собственной супруги. Ну, в общем-то, скандал замяли, естественно, как естественно. Просто уволься, там, ограничились увольнением и все. Даша, у вас все, пожалуйста, тихий и скромный вдовец. Да, да, тихий и скромный вдовец. Иди сюда. Садись, садись, давай. Ты умница какая. Какая умница. Так, слушайте, я не понял, а тогда при чем тут гаишка? А, я тебе скажу, при чем здесь гаишник. Узнай. Ты моя умница. Ты такая умная. Иди, идти узнаем. Да, да. Ты такая красивая. Ты такая хитрая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дурацкая история. Хотел бы забыть. В прошлом году припарковался на пешеходке. Ну, протокол, эвакуатор, штрафстоянка. Да все как обычно. Он, когда прибежал, кричат, что-то начал про больную жену, которая спешит. А я что? Эвакуатор тронулся, все по закону. Да у меня так каждый первый. На жалость давит. Кого мать больная, у кого работа, у кого дети дома одни. Это уже потом, когда он жалобы на меня строчить стал, я узнал, что жена умерла. А он вбил себе в голову, что если бы не заминка с машиной, он бы вернулся домой пораньше, и этого бы не случилось. Да нет. Это бред. Ну, чтобы из-за этого. Да бред. Я потом выяснял. Там врачи напортачили. Про нее Артем сделал все, что мог. Ну, бывают такие случаи, когда помочь уже просто нельзя. А с этой Васильевой вообще дурдом был. Мы приехали на вызов, дверь закрыта. Минут двадцать там точно проторчали, пока муж явился. И на этом, кстати, Артем настоял, чтобы дождаться. У нас вообще так нельзя. Вызовы идут один за другим. Однако в жалобе говорится, что Артем был не трес. Так ведь это его день рождения был. Ну, накатили перед началом дежурства пять капель, не больше. Я это сам видел. А ее муж начал скандалить на эту тему. И знаете что, не поднимем он тогда скандал на ровном месте, мы, быть может, и успели бы ее довести. Ну что, все сходится. В смерти своей жены он винил двух человек. И если Артема хотя бы уволила, то Серебрякова ему предвить было нечего. Так что проблем с арестом у нас не должно быть. Не думаю, что он будет все отрицать. Что это? Поехали. Отвезу тебя куда-нибудь. Я вообще-то с тобой поеду. Начинается. Слушай, ну я в конце концов полное право имею. Да имеешь, имеешь. Что значит нет? Мы с ним сорок минут назад созванивались, он сказал, что дождется нас здесь. И тем не менее, его нет. Как раз сорок минут назад он поехал домой. И если я ему больше ничем не могу помочь… Подождите, вы уверены? Он действительно сказал, что поехал домой? Ну да. Инга! Инга! Покет. Кому? Год назад, когда у Александра умерла жена, он уже работал у нас? Он работает у меня уже пятый год. Мы поддерживали его, как могли. Так, скажите, пожалуйста, кроме врача скорой помощи и сотрудника ГИБДД, еще кого-то он мог винить в смерти своей жены? Ничего такого вам не говорил? Я… Я не знаю… Ну подумайте, пожалуйста, вспомните. Я и сам себя винил. В тот день, когда это все произошло, он хотел отпроситься, но надо было отчетность делать. Кто же знал? Где сейчас ваша жена? Дома? Какая жена? Я в разводе. Дома дочка. Адрес. Ну быстрее, живее! Адрес пишите! Я не понимаю, что происходит. Позвоните дочке, скажите, что мне выходило. Дома никого не открывал дверь. Бегом, 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 бегом! Здравствуйте. А вы к кому? Ника? Да. Ну, значит, к вам. Отпустите меня, пожалуйста. Что я вам плохого сделала? Замочись! Открывайте! Полиция! Мужчина туда нельзя! Там моя дочь! Вы имеете право меня не пускать! Мужчина здесь и здесь! А ну, покажите удостоверение! Покажите! Вы не знаете… Скажено вам здесь и здесь! Да что ж так у вас… Открывайте! Полиция! Жива! Будь жива! Открывайте! Да я… Александр, вы меня слышите? Это Инга Хвостикова. Я приходила к вам на прошлой неделе. Вот слышишь, что давайте дверь выстрелю! Вы меня поняли? Я хочу поговорить с вами о вашей жене, хорошо? Я думаю, она была замечательным человеком. Вы наверняка ее очень любили и любите до сих пор. Наверное, просто невозможно смириться с потерей. Хочется найти виноватого начальника или равнодушный гаишник или нерасторопный врач. Но… Но правда в том, что… Виноватого нет. Доши! Так просто случилось, понимаете? Так бывает. Это чудовищно, но это так. У вас просто разъедает чувство несправедливости. Кажется, что что-то можно исправить, но вашу жену не вернуть. Это просто замкнутый круг. Как вы думаете, что сделала бы она, если бы узнала, до чего вы дошли? Я не думаю. Я это знаю. Виндяйте. И удивительно. Да. Уживая му splendенная. Да. Уживая мутина. Уживая мутина. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Попросить прощения у того, перед кем виноват, сложно. Но это только пол-дела. Простить себя самого порой все не разложнее. Тёма, ты слышишь меня вообще? Ау! Тёма, ау! Слушай, ну кивай, нихай, чё тут перед тобой распинаюсь? Молодец. Тогда повторяй за мной. Я Артём Циркин. Давай. Говори, говори. Я Артём Циркин. Отлично. Торжественно клянусь, поскорее поправиться и вернуться к врачебной практике. Давай-давай, говори. Обещаю. Ой, прости, пожалуйста. Ну, как всё прошло? Слушай, я там сейчас встретила такого странного типа, у него такое лицо было, как будто он хочет всех застрелить. Ой, слушай, всё, пойдём, не начинай. Давай подождём чуть-чуть, посмотрим. Пожалуйста. Пойдём, я тебя маняю. Ну, пожалуйста. Ну, почему, за что? Такие грехи, я расплатил. Ну, пожалуйста. Пойдём, хватит уже. Пойдём, хватит уже. Пойдём, хватит уже. Продолжение следует...